Здесь дети Здесь есть на матуру дорога Ямула и стадо тела Здесь нищие просят не пенят И хлеба только любви Здесь самый последний бездельный Богатство считает своим Цветы на кадаме Павлинов, оленей В соседнем лесу В пыли придорожной Пылинки на каждой Травинке И волны влюбленные Итак, добрый день, дорогие друзья Добрый вечер, дорогие преданные Вот мы с нами вместе снова будем сейчас Попытаемся провести этот вечер За воспеванием святого имени И сегодня мы с вами споем Один замечательный баджан Он называется Хари-хей-до-я-ла-мор Но перед этим Я хочу сказать Ну, несколько слов О том Что, собственно, поется в этом баджане Но я возьму слова Из Из Читани-Чаритамриты Очень интересные стихи Которые там есть Очень интересные тексты Мы их сейчас зачтем Говорится так Как переводится А переводится это так Кришна так милостив Что наставляя Арджуну Он защитил весь мир То есть Есть слова такие Упадеши Дия Дав наставление Что за наставление Кришна дал Кришна дал наставление Как Душе Которая мечется В этом материальном мире Она мечется В поисках Наслаждений В поисках лучшей жизни И так далее И как она Терпит неудачи Во всех своих Местах И для этого Кто-то должен Разъяснить Этой Мечущейся Душе Которая мечется По этому миру Самсаре Она крутится Постоянно Переселяясь Из тела в тело Кто-то Кто-то же Должен ей Разъяснить Как это Как отсюда уйти Как уйти из этого мира И перестать страдать Потому что Есть Мир Несколько иной Который лучше Который Построен по-другому Он не построен На Эгоцентризме В центре Там Верховная личность Бога Можно сказать Окей Ну что же такое Я же все-таки центр Да Центр есть Но дело в том Что Мы все Стремимся К каким-то отношениям И рано или поздно Мы хотим этих отношений С Самым лучшим Кто же самый лучший Конечно же Самый лучший Это Бог Здесь в этом мире Находятся те Кто думает Что они самые лучшие И поэтому Они стараются Построить вокруг себя Какие-то Ну Какие-то связи Свои и так далее И поэтому Кришна Бесконечно милостив Он защитил весь мир Дав Наставление Арджуне И очень много Есть В Упоминании О милости Верховной личности Бога О том Насколько Он милостив Практически Милость Его Она Бесконечна Точно так же Как все остальные Его качества Есть одно Из его качеств Которое называется Бхакта Вацала Это переводит Как милостивый К преданным Но еще есть перевод Который Одно слово Которое добавляется К этому переводу Неизменно Милостивый К преданным Что значит неизменно Неизменно Это говорит о том Что Кришна Он всегда Он готов поступиться С собой Готов поступиться Своим словом Ради того Чтобы Исполнилось Слово Его преданного Даже все Космическое мироздание Оно подстраивается Вот Под Эту Под это Его качество Он неизменно Милостив К своим преданным Неизменно Милостив К словам Которые они говорят К тем действиям Которые они предпринимают Если конечно Они не направлены На саморазрушение Понятно То есть если это направлено На саморазрушение Он помогать не будет Но Даже если у человека Есть какие-то Материальные желания Он говорит Что даже со своими Материальными желаниями Обращайтесь ко мне Поскольку я В состоянии Удовлетворить Эти ваши желания Таким образом Что Они будут действительно Полностью Удовлетворены Это раз И вдобавок Вы еще И не запутаетесь В своих желаниях Самое Сложное Из всего того Что происходит Что когда душа Пытается наслаждаться Материей Она запутывается Как Паук Который наплел Паутину Вот когда муха Попадает туда В эту паутинку Чем больше она Дергается Тем больше Она запутывается Так и душа Чем больше Она здесь дергается В этом мире Тем больше Она здесь запутывается И в итоге говоря Она настолько запутывается Что Практически Выбраться отсюда Ей Бывает Очень сложно И поэтому Нужно передать Чтобы выпутаться От этого мира Мы все Знаете Вот как Тутовый шелкопряд Он Закручен В такой кокон Закрученный Так вот Можно закручиваться В этот кокон А можно раскручиваться В этого кокона Так вот Эту ниточку Которая Закрутила нас Нужно передать Верховной Личности Бога Нужно передать Его милости Попросить Господь Распутай меня Из всего того Что происходит Распутай Я не могу ничего Я совершенно ничего не умею Но ты можешь Ты можешь Меня распутать И тогда Господь Потихонечку Потянет Эту ниточку Он будет ее тянуть И мы будем Вращаться Там Но он будет ее распутывать Рано или поздно Он нас Выпутает Потому что Он неизменно Благосклонен Тем Кто ему Предается Понимаете То есть Неизменно Благосклонен Он готов Исполнить Любое желание Своего преданного Опять-таки Оговоримся Идея То Чтобы себе Не навредить Он никогда Нам не навредит То есть Если наши желания Будут Немножечко Ну такие Сумасшедшие Утопические Он не будет Так уж быстро Пытаться Исполнить Эти желания Но если желания Направлены На правильное дело Конечно же Он придет Он всеведущ Он понимает Что с нами происходит Ни от чего Не зависит Он может Дать милость Даже Даже тем Кто Того Не достоин Но Это Это его Это его Величайшая Милость Это одна Из Особенностей Именно Верховной Личности Бога Именно Особенность Кришны Никакая Другая Аватар Никакой Другой Его Проявлений Он не Аватар Он аватари То есть Тот Из которого Все Аватары Исходят Они Не делают Таких Таких Шагов Милости Как делает Верховная Личность Бога Кришна И поэтому Мы все Здесь Как его Маленькие Маленькие Деревянные Игрушечки Марионеточки Как говорится В Читани Шаритамрити Это Антелила Ты Всеведущ Милостив И Независимый Верховный Господь Подобно Деревянному Механизму В твоих руках Я Танцую Как Ты Того Хочешь И Следующий Баджан То есть Не следующий Баджан А Баджан Который Мы Своем Я уже Сказал Его название Называется Харри 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И слезы, что пролив в ночи Мгновенья здесь длятся, как годы, а годы, как птицы летят Здесь дети похожи на Бога, а Бог на простое дитя Продолжение следует...